я вас приветствую друзья сегодня у нас в студии сильно так завуалирован находится активист из группы моих подписчиков он собрал все самые горячие вопросы и сейчас будет нам их задавать ну задавайте ну вот меня интересует вопрос падает ли уровень тестостерона причастных занятиях сексом ну то есть логично что вроде как ты не много раз там занимаешься если там три раза в день ты кончил допустим я извиняюсь три раза в день ты сексом позанимался или ты три раза в день по мастурбировал нет три раза в день сексом позанимался так и как часто в неделю и случаются такие дни да честно давай честно а то ну придумывают всяких подвигов потом и типа они такие крутые ну 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 сколько раз в неделю такой эксцесс у нас происходит один а вот с этого и надо начинать то есть у человека нормальная пола жизнь размеренная неспешная ну и чё дальше то как зовут вас молодой человек александр александр вы в институте учились не полное высшее техническое дропаут хорошо ну хоть один экзамен жизни сдавали конечно какой самый трудный был ой даже не знаю ли ты основу там электротехники какие-нибудь наверно ерунда какая-то я всегда думал что самый трудный экзамен и ципромат ну ладно ну вот вы но она она что вы сдали основы электромеханики на троечку на троечку а трудно было готовиться к экзамену так как я готовился нет но вспомни хоть экзамен которому вот реально было трудно готовится точно нервничал на экзамен вспомни любой столько лет прошло ну ладно ладно давай на обшивили там ботанами ну наверно ну кстати сапромат наверное сопромат на четверочку на четверочку за а вышел с экзамен у тебя было ощущение истощение опустошение потение как нет ничего не устал готов еще по эти супромат сдать раза два не ну а там двойственное чувство с одной стороны вроде как это с другой стороны с одной стороны вроде как это с другой стороны вроде как то так вот похоже на то ощущение которое у тебя после секса ну пожалуй пожалуй да пожалуй да ты с одной стороны ты силы потратил с другой стороны ты испытываешь эйфорию от качественно выполненной задачи и полученного удовлетворения кстати вы знаете что такое сексуальное удовлетворение это когда все сложилось почему никто не задается вопросом падает ли тестостерон после экзамена по сопромату нельзя не задумывались надо простой простейшей темой здесь как-то связи то я совершенно справедливо этот же вопрос могу задать и студентам-медикам падает ли тестостерон у вас после экзамена по гистологии а по анатомии падает а по биохимии экзамен это трудный на самом деле когда ты концентрируешься на одной задаче на самом деле когда ты прям выкладываешься когда тебя прям трясет и колбасит когда ты прямо волнуешься и так далее и в конце концов ты побеждаешь ты выходишь победителем получать какое-то удовлетворение дуа ты чувствуешь себя истощенным ты чувствуешь себя немножко уставшим и нуждающимся так сказать в неком восстановительном периоде это нормально это естественно это соответствует циклу в половому циклу а вы думали вы на экзамене половой жизнью не живете о нет половая жизнь у нас везде даже на работе так вот кстати александр а когда вы в институте учились не преподавали ли вам такой предмет как латынь нет а приходилось ли вам на уроках латинского языка слышать такое выражение о мне animal post койту стристое ну нет переводится знаете как вряд ли всякое животное после полового акта печально думаете древние имели отношение к тестостерону и описывали его эффекты о нет речь идет о предвестниках знания о физиологии полового цикла когда любовью занимаетесь вы в курсе что вы выполняете некий стадии полового цикла а нет ну поди любовью не занимаетесь кто же любовью занимается не по стадиям надо по науке сначала возбуждение соответствует стадии прелюдии потом плата это когда у вас введение фрикции со все нарастающими сладострастными ощущениями затем вы проходите точку невозврата и идет оргазм а после этого релаксация во время этой релаксации наступает рефракторный период кстати об оргазме значит такой оргазм это не только набор никаких бессмысленных сил и движения это не только взрыв взрыв чувства на макаронной фабрике это еще и такой синхронный перевод переход электродов с одной стороны мембрану другую на языке физики это называется скачок потенциала действия вы физикой занимались вы скачок потенциала действия проходили в это время когда физикой занимался я занимался чем-то другим наверное сексом он занимался вместо школы ну ладно так вот а для того чтобы человек мог войти в новый сексуальный цикл ему нужно чтобы все вот эти электролиты какие-то медиаторы все потраченные биологически активные вещества вернулись в прежнее состояние то есть для того чтобы новые электролиты снова новые там ионы натрия калия снова могли поменяться местами нужно чтобы они как минимум вернулись в прежнее состояние и именно вот этот процесс когда они возвращаются в исходное положение и соответствует рефрактор ному периоду именно поэтому прям сразу сразу после оргазма мужчина не может снова заступить половой цикл ему нужно сначала вернуть себе статус кво а вы молодой человек путайте рефракторный период с периодом понижения тестостерона что же думаете что в процессе половой жизни какие-то вот такие скачки тестостерона происходят которые постоянно человека выводят из нормального функционирования в гипогонодизм что ли такого нет и быть не может приблизительно тестостерон у человека всегда находится в референсных значениях да естественно и суточные и в зависимости от стресса и физической нагрузки какие-то движения уровня тестостерона присутствуют но не после секса же но лингвы латина не пей не сканина перевод знаете да что ж вы в чужих в школе то учили какой двоечник просто латинский язык не хрен собачий переводится каждый первокурсник знает так вот а почему речь идет о печали почему всякое животное после совокупления печально а некоторые а сексуалы мастурбаторы да просто дрочуны и анонисты они думают что ну потому что половой акт это какое-то такое действие в котором расходуются жизненные силы и потом такая вселенская печаль ах ах я потрахался теперь надо подумать прав ли я был в этом состоянии мы идем теперь и же сил то взять на жизнь вот то есть получается по логике людей заблуждающихся в отношении физиологии секса что животное после секса печально по причине секса на самом деле эту пословицу omni animal post coitus 300 нужно воспринимать буквально буквально в период после секса животное в печали оно накапливает новые ресурсы но примерно точно так же как вы после экзамена сопромат жалко что вы институт не закончили глядишь бы до курс кла и курса латинского дошли а там и нобелевская премия не за горами дорогой мой вместо того чтобы заморачиваться по опро уровень тестостерона я вам рекомендую жить половой жизни чаще регулярнее тогда у вас не будет оставаться времени и возможности для всяких там умствований вместо того чтобы этим заниматься принято безусловно ну пока